Выкопать ямку, полить водичкой и аккуратно опустить в лунку корешки. Красотка Циния требует заботы. Впрочем, как и флоксы, лилии и астры. К своим цветам Лидия Ивановна относится с особым трепетом. Называет их своими детками. Самая любимая гихера. Вот видите, кисти розовые. Я всех их люблю. Я просто цветы обожаю, без них жить не могу. Приходится поливать, потому что ветром выдувает и солнце нещадно полит. С 5 утра уже здесь солнце невероятно. Приходится каждый день поливать, ухаживать, а иначе все высохнет. Устроить под своим окном цветники пенсионерка решила 3 года назад. Тогда здесь из-под огромных камней виднелась лишь сухая трава. Родные посоветовали женщине заняться цветами. Рассаду и землю привезли с дачи. Благоустраивать придомовую территорию Лидии Ивановне пришлось в одиночку. Но позже присоединились и другие соседи. Ирина Вениаминовна, она каждый день, вторая смена, приходит с работы, кушает и сюда. Это у нее такая забота. Она очень ответственный человек. Посмотрите, вся земля просеянная, ни единого камушка нет. Это столько надо терпения и сил, физических сил. Без мужских рук не обошлось. Чтобы спасти растения от палящего солнца и холодного ветра, Леонид Михайлович соорудил небольшой забор. Жена посадила тут, я тут посадил елочки, доверие, заборчик сделал. А заборчик зачем? А чтоб снег не сдувала, вода чтоб задерживалась. Помимо цветочных клумб, пенсионерки посадили сирень, шиповник, рябину и иву. Они пока маленькие, но ими уже восхищаются все соседи. У меня кто приходит знакомые, подружки, все конечно в шоке, что такая красота наведена и ухаживают. Они же целый день, целый день на клумбах. Молодцы, мы очень рады, нам это очень нравится. Мы подрастем, будем помогать. Результаты работы Лидии Ивановны и ее помощников вдохновили жителей и других домов. Клумбы и декоративные элементы сейчас украшают весь двор. Сохранить такую красоту непросто, говорят череповчане. Распустившиеся цветы то и дело срывают юные романтики. Цветники не обходят стороной и домашние питомцы. Чтобы защитить своих маленьких деток от чужаков, нужен забор побольше, говорит пенсионерка. Установить ограждение нужно до того, как выпадет снег. Татьяна Жданова, Егор Плюснин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok